Девушки отдыхают Но в то же время А что если на секунду представить себе, что ребенок все-таки был? Куда в таком случае он девался? Вариантов достаточно Желающих получить здорового ребенка хватает Случаи незаконного усыновления, торговли детьми и органами для трансплантации – нередкие случаи А может, дело в другом? Может, ребенок умер вследствие врачебной ошибки? Только собрать доказательства спустя год после исчезновения или смерти младенца было практически невозможно К тому же следователь не мог отбросить версию врачей, подтвержденную словами психолога Если Татьяна действительно находилась под влиянием выдуманных воспоминаний То что ей мешало подделать доказательства, чтобы убедить посторонних в своей правоте? По поводу матери ни для кого не секрет, что мать всегда будет на стороне своего ребенка Следствию не хватало информации Настоящих, подтвержденных документами фактов И Виталий знал, где следует их искать Правоохранитель надеялся, что в клинике найдутся документы о первых месяцах беременности Татьяны Ведь именно у них должны быть записи, когда женщина стала на учет Это бы дало ответ на вопрос, сколько месяцев она носила ребенка Шесть, как утверждают в роддоме Или девять, как считает сама Татьяна Аккуратура выступает Мне нужна карточка Писарчук Татьяны Но, казалось бы, простое дело глянуть в медицинскую карточку Неожиданно оказалось неосуществимым Врача, который вел Татьяну от начала беременности, не было в городе А его коллеги, как ни пытались, не могли найти необходимые для молодого следователя документы Вот моя визитка Вы, пожалуйста, когда найдете, мне обязательно перезвоните Виталий решил еще раз как можно внимательнее проверить документы в роддоме Вдруг найдется какая-то зацепка Кроме того, не лишним будет поговорить с заведующей отделением Узнать, кто эта таинственная женщина, которая посетила Татьяну накануне родов С надеждой поговорить с заведующей сегодня пришлось распрощаться Елена Номерчук была на больничном Что поделаешь, медики тоже болеют Вы по личному вопросу или я могу чем-то помочь? Ну, тогда покажите мне, где вас? Все, что оставалось следователю, засесть за тщательным изучением архивных документов А их было немало 12 контрольных журналов, карта развития ребенка, карта матери и так далее За час Виталий поймал себя на мысли, что подсознательно ищет подтверждение словам Татьяны Хотя бы какое-то, хотя бы наименьшее доказательство, что ребенок все-таки был Ребенок, а не плод Но документы четко и ясно подтверждали слова медиков Татьяна Писарчук сделала поздний аборт на шестом месяце беременности Часто у вас делают аборт на шестом месяце беременности? Нет, не часто Это, ну, разве наркоманы какие-то или пьяницы? У нас есть одна такая вот Зорина Это чуть ли не постоянная наша клиентка Она делает такие аборты практически каждый год И родить ребенка такого, это все равно, что высморкаться Скажите, а я могу посмотреть документы этой Зорины? Зорина, конечно, можно Здравствуйте Здравствуйте Что тут у нас? Запросили документы Писарчук из Зорины Смотрим, изучают Все нормально Хорошо До свидания Это Ерминов Возникли проблемы Виталий не верил собственным глазам Татьяна Писарчук и Надежда Зорина делали аборт в один день И записи в их карточках были не просто похожи Они были одинаковы Совпадения? Нет Виталий совсем не верил в совпадения А в такие тем более Алексей Запереченко Слушай, записывай Зорина Надежда Степановна 83-го года рождения Адрес Старопорта Франковская, 110 Пока Заминка с женской консультацией Несколько притормаживала ход дела Но тот факт, что одновременно с Татьяной Делала аборт другая женщина Надежда Зорина Добавлял Виталию оптимизма От Зориной он, по крайней мере, надеялся услышать Помлет ли та Татьяну Привет Привет Как дела? Ничего, потихоньку Что, нашли твою Зорину? Где? Идем, пройдемся в кофе-ку, попьем, расскажу вам, дорогой Ну, пойдем Так что ты хотел сказать? Значит, нашли адрес Поехали по адресу госпожи Зориной А ее, собственно говоря, уже Зорину нашли очень быстро Мертвой В собственной квартире Никаких следов насилия Женщина умерла за несколько часов До прихода милиции Причину внезапной смерти Судмедэксперт обещал назвать Немного позже После вскрытия Но Виталия не оставляла в покое мысль Почему это случилось именно сегодня Когда он хотел с ней поговорить Что это? Очередное совпадение? Я вообще-то думал, что ты занимаешься делом беременной женщины Ну, так и есть этим и занимать К чему тогда Мертвая наркоманка? Я еще не знаю, но Думаю, что Разберусь этим Ну что ж Желаю удачи Виталию пришлось признаться себе, что похвастаться ему пока нечем Документы из женской консультации найти не удавалось Зорина, прервавшая беременность в один день с Татьяной Умерла подозрительно вовремя Будто специально, чтобы не рассказывать ему о том, что знала, если она, конечно, что-то знала И что у него есть? Одни предположения, а фактов никаких К тому же Виталию не давала покоя таинственная женщина, которая якобы посетила Татьяну перед родами Этим и следует заняться в первую очередь Хорошо, что адрес заведующей Еленой Номерчук у него уже был Машины во дворе заставили следователя Ускорить шаг В голову лезли плохие мысли Происходило что-то странное Это никак не укладывалось в голове опытного следователя Она умерла, только что увезли ее Из разговора с убитым горем мужем Елены он узнал Еще вчера жена чувствовала себя хорошо, собиралась на работу А сегодня, пока он работал, ушла из жизни Виталию казалось странным, что и Зорина, и Номерчук умерли именно тогда, когда он решил с ними поговорить Не раньше и не позже Скажите, а у нее есть рабочий кабинет? Да Не то чтобы Виталий надеялся непременно найти какие-то подтверждения своим подозрением Просто ему уже надоело, что проклятая ниточка, за которую он ухватился в архиве роддома, никак не хотела раскручиваться И пытался использовать любую возможность, чтобы найти хоть что-то, чтобы сойти с мертвой точки Вадим Евгеньевич, скажите, а ваша жена часто с работы документы домой брала? Ну, для того, чтобы не засиживаться до 12 там и что-то успеть сделать Брала домой, работала здесь, здесь же так же удобнее, брала, приносила Ну что ж, спасибо вам Внезапная смерть Елены Номерчук оборвала сразу две ниточки Таинственной женщине, которая приходила посмотреть на Татьяну перед родами И к более чем странному совпадению данных о плодах Татьяны и Зориной За в отделении им пришлось бы ответить на эти вопросы Но теперь осталась только Ирина Ермилова Врач, которая, по словам Татьяны, принимала у нее роды И утверждавшая, что пациентка не рожала, а делала аборт А тем временем Татьяна не находила себе места Целый год безрезультатных попыток доказать свою правоту пошатнул ее веру Не только чиновники и врачи считали женщину сумасшедшей Татьяна устала от чужих взглядов Не могла больше слышать невыразительный шепот за спиной А с недавних пор сама сомневалась в том, что имела счастье родить И услышать первый крик своей дочери КОНЕЦ 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 Увидев Татьяну, Виталий понял – она сломалась Окаменевший взгляд, неуверенное движение В его кабинете сидел призрак – бледная тень сильной женщины Которая на протяжении года практически самостоятельно боролась с мощным невидимым противником Боролась за право называться матерью Виталий сам не знал, верит ли он в то, что говорил Татьяне Но считал необходимым не останавливаться У него еще был шанс Он должен был любой ценой найти карточку Татьяны из женской консультации Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Виктор Васильевич меня зовут Очень приятно Виктор Васильевич Несколько дней назад к вам приходил мой коллега И интересовался карточкой Татьяны Писарчук Там нападочка какая-то произошла Сейчас уже посмотрели В карточке были подробные записи врача, которые вел Татьяну на протяжении 7 месяцев Уже этот факт опровергал заявление работников роддома, будто женщина сделала аборт на 6 месяце Остальные записи также подтверждали слова пациентки Писарчук Беременность протекала почти идеально Анализы были прекрасны, ребенок развивался как надо Никаких намеков на больные почки А это означало, что ребенок действительно был Просто кому-то оказалось выгодным убедить Татьяну в том, будто бы она не рожала Выгодно настолько, что этот кто-то был готов довести несчастную женщину до сумасшествия Чтобы только правда не выплыла наружу Подводя итоги, Виталий понял К этому делу точно причастна Ирина Ермилова По крайней мере, именно она принимала роды Но несмотря на неоспоримые доказательства того, что Татьяна не делала аборт Виталий осознавал Пережать Ермилову ему нечем Он уже понял, что столкнулся с пресловутой врачебной корпоративностью Язык не поворачивался назвать это солидарностью Виталий знал множество случаев, когда представители самой гуманной профессии Проявляли редкое единодушие и покрывали преступника, если он был одним из них Подделка документов, ложные показания Они не останавливались ни перед чем Только бы не отдать своего в руки закона В то же время Виталий почти не верил, что рядовая акушерка-гинеколог Пусть даже с солидным стажем Смогла сама исправить кучу документов и сфабриковать целое дело Был кто-то еще Кто-то очень влиятельный И конечно же оставался вопрос, что случилось с ребенком Расследование приобретало неприятный характер Невольно приходили на ум смерти Зориной И за в отделением роддома По заключениям экспертов, обе ушли из жизни по причине сердечной недостаточности Зорина была наркоманкой, а Нумерчук уже не молодой женщиной Обе могли иметь проблемы с сердцем Однако Виталий смотрел на ситуацию иначе Два важных свидетеля умерли с одинаковым диагнозом Именно тогда, когда он собирался с ними поговорить Это не могло не настораживать Ну она же сама хотела забрать заявление А ты воспротивился, я тебя не понимаю Просто я знаю, что она родила ребенка А кому-то выгодно, чтобы все думали, что этого не произошло Ну и что, кому это интересно? Мне интересно Это тебе не интересно Ну, дерзай Виталию очень хотелось докопаться до сути Он еще не знал, чем все закончится Но у него была идея, как раздобыть доказательства причастности Ермиловой Если Елена Нумерчук держала дома рабочие материалы То не исключено, что так поступают и остальные работники роддома Например, Ермилова Остается только правдами или неправдами Раздобыть санкцию на обыск в ее квартире И Виталий сделал это Товарищ майор, можно я цветы полью? Что? А, да, пожалуйста Спасибо Обыск длился уже полчаса, а результатов все не было Виталий спиной чувствовал насмешливый взгляд Ирины С каждой минутой его надежды ослабевали Нет, он не боялся проблем, обещанных ему Ермиловой Не боялся выговора или взысканий Ему было просто обидно осознавать, что преступник Снова избежит справедливого наказания Когда надежда уже почти погасла Правоохранители вдруг вынесли из кладовки картонную коробку И Ермилова побелела А Виталий понял Они нашли то, что искали И в ходе одного из обыска Мы обнаружили разорванную на кусочку На кусочки, на мелкие части Историю родов Татьяны Где были отражены совсем другие данные Которые не соответствовали официальной истории родов Которая находилась в родильном доме Согласно той же самой истории родов Роды произошли в срок Без каких-либо осложнений Как для руженицы, так и для ребенка И самое главное, что Четко было Отмечены соответствующие данные Новорожденного ребенка Что родилась девочка Массой Весом 2 килограмма 900 грамм Если не ошибаюсь, 53 сантиметра Ирина Владимировна Я буду говорить в присутствии адвоката Ну что ж, это ваше право Скажите, а мне интересно, а зачем вы это оставили? Пройдемте с нами в отделение Прошу всех присаживаться У этой истории, к сожалению, нет хэппи-энда Следствие установило, что ребенок Татьяны Писарчук Прожил всего сутки Хотя по итогам УЗИ На протяжении всех 9 месяцев беременности Плод развивался прекрасно А вот что случилось после родов Известно только врачам, которые их принимали Но они оставили тайну при себе Выяснить причину смерти младенца самостоятельно Невозможно, поскольку тело похоронили в общей яме Вместе с биологическими отходами Работники медицины Зная Порядок захоронения Порядок документального оформления Значит, и с целью избежать Исследования вопроса детской смерти Ребенка в роддоме Они естественно По документам провели данный факт Как простой аборт И мы доказали, что Значит, родился ребенок Мы доказали, что ребенок умер Обстоятельства мы Установить не присталось возможным Сами доктора утверждали Что Ребенок умер в связи с Врожденными патологиями Ирина Ермилова призналась в подделке документов На допросе она заявила, что действовала по указанию Своей непосредственной начальнице Елены Номерчук Та якобы хотела снизить показатели смертности Побаиваясь потерять свое место А значит, все, за что смогли наказать Ермилову Это подделка документов Такова судовая система Дальше больше После слушания дела Приморский Районный суд Одессы Постановил освободить Ермилову Ирину Владимировну От ответственности на основании Закона Украины про амнистию Ее выпустили просто в зале суда Подозрительные смерти Надежды Зориной И Елены Номерчук Так и остались простым совпадением Судебное заседание объявляется закрытым Виталий уверен, что следствие сделало правильные выводы Только Татьяна, хоть и благодарна ему, уверена, что ее ребенок жив Вот на сегодняшний момент, уже спустя много того, что мы услышали, увидели Я считаю, что действительно ребенка усыновили То есть дела богатая женщина И, скорее всего, это женщина из среды медицины Я надеюсь, конечно, родить ребенка Надеюсь, может даже не одного, а нескольких Вот, и, возможно, судьба когда-то сведет меня с моей девочкой Вот, мир круглый Когда-то, может быть, встретимся Надежды Один Изобразитель Карапат Илья Субтитры создавал DimaTorzok